Уловки из сети. Мошенники не дремлют и продолжают обдирать белорусов. В первую очередь должна насторожить цена значительно ниже рыночной. На что стоит обращать внимание при интернет-покупках? Плохая экономия. 7,5 миллионов рублей потеряла страна из-за неуплаченных налогов от перевозчиков. Налоги должны платить все. Физические лица, юридические. К чему приводит игра с законом. Занос катастрофы в Чауском районе произошло смертельное ДТП. Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию. О чем беспрестанно напоминает ГАИ. Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Бабульской на пожаре погибла пенсионерка и 18 ее котов. О возгорании в МЧС сообщили прохожие. Когда спасатели прибыли к месту вызова, из квартиры на восьмом этаже шел дым. Создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри находится человек. Жительницу многоэтажки, 86-летнюю женщину, спасатели обнаружили в прихожей. Ее вынесли и начали проводить реанимационные мероприятия. Однако результат они не принесли. Медики констатировали смерть. Кроме хозяйки, в жилище проживали 22 кота. 18 погибли. Четверых животных удалось спасти. Страшная трагедия. В Глузском районе мать и сын погибли в чужом доме. 48-летняя бубруйчанка вместе с 22-летним сыном приехали в деревню. Дом принадлежал сожителю женщины. Хозяин жилища уже несколько дней отсутствовал. Тиме решила погреться и вытопила печь. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Изъяты фрагменты электрических проводов. Назначен ряд экспертиз. Предварительно рассматривается несколько версий возникновения пожара. В том числе неправильная эксплуатация печи. Обстоятельства трагедии будут установлены СК в ходе проверки. Жизнь ничему не учит. В Бобруйске оперативники БЭП задержали 57-летнего директора одного из заводов города. С июля по ноябрь менеджер систематически получал взятки в виде процента от суммы заключенных договоров с коммерческой фирмой, которая поставляла сырье для производства продукции. Фигуранта взяли с поличным в момент передачи очередного транша в размере более 21 тысячи рублей. Таким образом, в результате преступной деятельности он получил 51 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Тонкая опасность в Могилевской области утонул мужчина. Трагедия произошла в Быховском районе. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили на поверхности полынью. По словам друга погибшего, он пытался проверить прочность льда для рыбной ловли. Мужчина в это время находился в машине и не видел происходящего. Заметил пролом, когда пошел искать напарника. Спасатели извлекли на берег тела. Помните, отправляясь на зимнюю рыбалку, возьмите с собой спасательный жилет, непромокаемую теплую одежду и теплое питье. А также, по возможности, не ходите на зимнюю рыбалку в одиночку и предупредите близких о своих намерениях. И самое главное, никогда ни при каких обстоятельствах не отпускайте детей одних к водоему. По статистике о свод, за январь-октябрь текущего года от утопления погибло примерно 318 человек. 19 – несовершеннолетние. При подледной рыбалке умерло 10, при падении в воду – 8. 7,5 миллионов рублей потеряла Беларусь из-за неуплаченных налогов от перевозчиков. Это цифры только за 9 месяцев. А ведь за счет платежей государство финансирует образование, здравоохранение, правопорядок, благоустройство населенных пунктов, строительство дорог и не только. Так можно ли повернуть время вспять и жить спокойно? Смотрите далее. «Заплати налоги и живи спокойно» – эта фраза, казалось бы, вошла в обиход как прописная истина. Однако для некоторых это вовсе не руководство к действию. С каждым годом белорусские бизнесмены все чаще переходят черту закона, привлекаются по 243-й статье. А ведь от своевременных налоговых поступлений зависит финансирование многих социальных проектов и комфорт нашей жизни. На территории Республики Беларусь активизировалась работа правоохранительных органов по выявлению налоговых правонарушений и преступлений. Так, например, если в 2021 году на территории нашей страны было всего выявлено 147 преступлений в сфере налогов, в 2022 – это 222, то за 10 месяцев 2023 года выявлено 275 преступлений в сфере налогообложения. Ну, применительно городу Бобруйску, это, например, если в 2021 году было 4 таких преступления, в 2022 – 8, то за 10 месяцев 2023 года всего 7 преступлений. Одной из функций государства является сбор и распределение налогов. Поэтому налоги должны платить все – физические лица, юридические, субъекты хозяйственной территории Республики Беларусь, которые расположены. Зачастую белорусский бизнес неправильно трактует законную возможность применения той или иной нормы налогового права, особенно в части льгот. В погоне за эффективностью нередко совершаются ошибки, намеренные или случайные, а это бывает чревато не только штрафами, но и уголовными делами. Выявление хозяйственных операций, основной целью которых является неуплата, либо неполная уплата суммы налога, осуществляется в каждом конкретном случае на основании собранных доказательств, фактических сведений о совершенных хозяйственных операциях и объектах налогообложения. В текущем году работниками инспекции были установлены два случая применения схемы дробления бизнеса с субъектами хозяйствования города Бобруйска. По результатам проведенных внеплановых проверок, дано числено в бюджет более 6,3 миллиона рублей. Финансовая милиция раскрыла очередную аферу. Местная фирма, которая занималась перевозкой пассажиров по маршруту Бобруйск-Минск, не внесла в казну более 750 тысяч рублей. Директор с помощью упрощенной системы налогообложения разделил деятельность общества на две компании. Руководителем поставил своего давнего партнера по бизнесу. Двумя директорами распределялась выручка от реализации между двумя обществами, что позволяло сохранять упрощенную систему налогообложения и не уплачивать в бюджет налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Кроме того, директора общества вынуждали водителей не выдавать чеки, исключение требования пассажира. В отношении менеджеров возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты сумм налогов. На основании приговора суда руководители фирм признаны виновными. Первому в колонии усиленного режима предстоит провести 3,5 года. Ранее он уже был судим по этой же статье. Обменяемому Н назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 300 базовых величин, с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью, а также занимать должности, связанные с исполнением юридически значимых действий сроком на 5 лет. Как показывает практика, нажиться можно даже на обычных пассажирах. Только на обмане далеко не уедешь. Подобные финансовые схемы придуманы не сегодня и пользуются ими далеко не гении. Разоблачаются такие махинации при любой тщательной проверке. В один из дней мы пришли к тому, что случился ковид, а нехватка клиентов были вынуждены о чем-то думать, как минимизировать. Как указало время, мы не ложно поняли интересы своей фирмы, к чему в данном случае привел меня сюда после проверки, проведенной у ДФР. Если оплатать время назад, то мнение прошедшего этого путь – это того не стоит. Лучше для себя решить либо закрыть свой бизнес, если не получается, независимо от ситуации, не важно, сколько ты проработал, важно, как ты в отношении с законом. Если обратиться к мировому опыту, во Франции за подобное могут дать штраф в 250 тысяч евро и посадить на пять лет. В США к такому же тюремному заключению добавится сумма в 500 тысяч долларов. В Германии и вовсе срок может вырасти вдвое. Со стороны белорусского государства созданы и прописаны все условия. Бизнесу остается только их соблюдать. Но эта история в очередной раз доказывает – хочешь вести дело спокойно – не играй законом. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Джингл-бэнс нынче не тот. Белорусы продолжают вестись на уловки виртуальных жуликов. В преддверии зимних праздников интернет-мошенники активно взялись за доверчивых пользователей соцсетей. Основная площадка – Инстаграм. Там все чаще появляются мнимые аккаунты магазинов с новогодними елями и украшениями. Маститы и аферисты предусматривают все варианты махинаций. Накручивают подписчиков, постоянно обновляют ленту товарами. Но есть признаки, по которым можно распознать фейковые странички. Советуем обращать внимание на условия, выдвигаемые продавцом. В первую очередь должна насторожить цена, значительно ниже рыночной. Кроме того, ни один интернет-магазин не будет просить покупателя перевести предоплату в размере от 50 до 100% стоимости товара. А вот мошенники делают это постоянно. Специалисты рекомендуют оплачивать товар только после его получения. Февраль в ноябре. Последние дни вся страна стоит на ушах не только из-за погоды. По новостным лентам то и дело разлетаются страшные последствия необдуманных поступков на дороге. Накануне около половины 10 утра на трассе Могилев-Чериков водитель ФИАТ не справилась с управлением и выскочила навстречу, где влетела в рейсовый автобус. Ехавшие следом Тойота и Лада не успели затормозить и стали еще одними участниками ДТП. В результате опасного обгона погибли две женщины – водитель и пассажир, виновницы аварии. Также напоминаем, по 5 декабря Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию под названием «Меняй свой стиль на зимний», направленную на профилактику ДТП в зимних условиях пропаганду использования зимних шин. Несмотря на сложные погодные условия, ситуация под контролем. Все силы брошены на обеспечение безопасности движения. В усиленном режиме ведутся работы по своевременной уборке снега и обработке проезжей части противогололедными составами. Также специалисты призывают людей к очистке придомовых территорий от ледяных осадков. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и в соцсетях. Я Кристина Реанс. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok